Первого месяца на Гомельщине свои дверы для наученцев отчинили две полностью обновленные школы в Житковичах и в Агрогородке Сталбун Ветковского района. Особливо урочистая первая линейка стала и в школе номер один города Ветки, которая носит имя Андрея Грамыки. Все лета установе исполняется 150 год. Поменьшовать наставников и наученцев приехал выпускник школы, наместник премьер-министра Беларуси Игорь Петрышенко. Под обязанности у Дмитрия Котова. ГТ-школа находилась на реконструкции некольких годов. Наученцам приходилось ездить у суседней Святиловичи. Отлеглость у 9 километров не была серьезной перешкодой. Однако наставники и наученцы у один голос цитуют святомую приказку. У гостях добра, а дома лепш. Школа у нас впервые была в 1972 году открыта. Это была экспериментальная школа с блоком сделана. И поэтому в результате она была в аварийном состоянии. Остались, короче говоря, одни стены от старой школы. Все остальное было сделано. То есть мы в этом году получили новую школу. Новую современную школу. После реконструкции, на которую было выдатковано каля трех миллионов рублев, школа изменилась до непознавальности. Традиционный школьный звонок, перерезывание стушки и першими порог школы переступают самые маленькие яенобученцы. За ими усе остатние. Усяго за парты сядуть каля 80 детей. Новые учебные классы, мебля, парты, спортивная зала и столовая. Можно смело казать, что Столбунская школа не учим не соступая городским установам. Для поспеховой учебы створены усе необходные умовы, які отповедають с участным стандартам. Самое главное, чтобы наши дети учились достойно, чтобы они понимали, что делает для них государство, чтобы они не только могли понимать, что надо, главное, строить, но сохранить и приумножить. Поэтому главное, чтобы они чувствовали себя комфортно в этой школе, чтобы они приходили с настроением, уходили с настроением. Ну и достойно учились. У Рашиста и масштабно святкують День веда у середней школи номер один города Ветки имя Андрея Громыки. Установа одна со старейших в Украине. Все летое исполняется 150 год. Особливое хвалявание подчас линейки у 11-ти классников. Зусим худко им придется покинуть стены родной школы и уступить у дорослой ожитем. Я с первого класса учусь в этой школе, и мне как-то грустно понимать, что это остался последний год. Я познакомился с многими людьми, с моими друзьями, и грустно понимать, что я ухожу уже через год во взрослую жизнь. На урошистостях присутнейшая и знакомитый выпускник школы, наместник премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петрушенко. Его житевый шлях – приклад для наученцев того, что с допомогой пленной працы и старанности можно многого досягнуть. После завершения линейки Игорь Петрушенко пройшел по калидорах родной школы и знайшел час, как у теплой обстановце погуторый со своими былыми наставниками.